Здравствуйте, дорогие друзья! Так получается, что я работаю рядом с известным московским психиатром Илья Григорьевичем Гернетом. Я раньше не был с ним знаком, сегодня мы с ним познакомились, поговорили о наших психиатрических делах, проблемах. У меня есть большое желание его пригласить на собрание гомеопатов, пообсуждать проблемы психиатрии, гомеопатии в таком разрезе, так скажем. И вот он мне смеется, говорит, ну ведь гомеопатия-то это же психотерапия, ну как бы так, немножко с иронией, немножко так где-то, возможно, восхищенно, да, ну вот как бы коллега достиг, да, таких вот, таких возможностей при помощи психотерапии. А вот и нет, то есть гомеопатия к психотерапии, ну отвечая, скажем так, на вопрос или какой-то незаданный вопрос, вопрос других врачей-психиатров, да, что является ли гомеопатия психотерапии. Нет, не является, поскольку, когда врач-психиатр, владеющий гомеопатическим методом, назначает какое-то лекарственное средство, он не использует сугестии, внушения никакого. То есть нет здесь каких-то формул, нет эриксоновского гипноза, нет погружных метафор, то есть ничего такого здесь нет. Есть препарат, на который организм человека реагирует, если мы подобрали хорошо препарат, хороший ответ, то реакция идет сразу, возможно, в течение какого-то времени. Если врач промахнулся, и такое бывает с назначением, то препарат просто не работает. Если врач взял сразу очень высокую потенцию, высокую дозировку, то может возникнуть даже обострение, ухудшение. То есть работают так называемые олигодинамические свойства лекарства. То, о чем 120 лет назад писал, говорил академик Равков, который исследовал как раз такие свойства. Исследовал он на протоплазму, на протоплазме живых клеток, на отдельных органах. То есть он что делал? Он брал изолированное ухо зайца, который, как известно, зайца-кролика, который очень хорошо кровоснабжается. И это в физиологическом растворе, поэтому оно, ну так скажем, разжило, возможно, было электричество подключено, чтобы были импульсы, нервные клетки, чтобы они отмирали. И он разводил адреналин в миллион раз. То есть это есть в его книге «Основы фармакологии. Двухтомник. Петроград. 2017 год». Ну, до этого у него также выпускались книги, монографии, литература. Можно это найти всегда. Ну, и так вот, вот этот разведенный адреналин, он сужал, поскольку это вазоконстриктор, он сужал сосуды вот этого изолированного уха животного. И на других, на водорослях он исследовал, на мышах, на крысах. То есть у него, в общем-то, очень большая опытная база у этого академика была. И вот, собственно говоря, что лежит в основе наших гомеопатических препаратов. То есть никакая здесь не психотерапия, тем более, что психотерапия – это все-таки некий разговорный жанр. Там есть свои конструкты в психотерапии. И, по сути, психотерапия-то не нуждается ни в каких таких материальных подкреплениях, поскольку динамика там своя. Ну, вот, как бы я хотел бы ответить на вопрос психиатра, является ли гомеопатия психотерапией. Благодарю за внимание.